Всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог! Хочу сразу вам сказать огромное спасибо за ваши комплименты по поводу вот этого кардигана. Я даже не думала, что он вызовет столько эмоций. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное! Да, видимо, это действительно мой цвет. Это голубой цвет. Почему-то кто-то говорит, что это серый, кто-то говорит, что голубой. Это такой, знаете, холодный прям голубой оттенок. Я его покупала в магазине Фамилия. Он был там по акции. Стоил буквально полторы тысячи рублей. Он вот так вот выглядит. Он без застежек. Он просто вот так вот, знаете, как запахивается. Есть кармашки. Он теплый достаточно. Вы меня видите, фокус есть. Все нормально. Поехали! Сегодня будет, знаете, такой влог интересный. У меня есть покупки продуктов. У нас получилось очень как-то бюджетно и много всего. Мы ездили в магазин ОК. И моя мама прям... Ну, первый раз, наверное, я такой от нее слышу, что Ксюша, бери камеру, обязательно-обязательно сними, покажи. Вдруг там успеют еще до 14 февраля. Ну, потому что если можно сэкономить на продуктах, на хороших продуктах, тем более, то почему бы и нет? Поэтому я послушала все ее советы. Я вам покажу, что купили мы из продуктов. И также я очень хочу вам показать покупки для детей, чтобы вы, если вдруг надумаете тоже купить такие вещи, чтобы вы тоже успели на эти распродажи. Потому что, мне кажется, вам будет интересно. Витюша сейчас с мамой отдыхают. И я вот как раз тут разложила все на столе. Вроде ничего не забыла. В принципе, тут получилось 3 с копейками. Вот вся эта еда где-то 3 с чем-то. Ну, нет, даже вот 3. У нас просто разные чеки были. И кое-что я вам не буду показывать. Там мама покупала не для себя. Поэтому я не думаю, что вам это будет интересно. Но, тем не менее, я вам сейчас некоторые цены озвучу. Я даже могу показать журнальчик. И вы, в принципе, прикинете уже, что к чему. Ну, все, давайте, поехали. Пока у нас тут еще есть дневной свет. Я обожаю дневной свет. И сегодня у нас даже солнышко было. И вновь у нас мороз и солнце. Ладно, поехали. Итак, такого набора продуктов нам хватит на неделю. Но что я имею в виду под этим? Чтобы вы не писали там всякие гадости. Что, типа, как можно столько жрать? Ну, мы это все не съедим за неделю. Но что-то съедим. Что-то взяли просто про запас. Чтобы у нас было. Надеюсь на ваше понимание. И, в общем-то, да, начнем. Я взяла вот такую скумбрю. Я очень люблю скумбрю. Как-то я прям начала с середины. Ну, ладно. Люблю скумбрию. Недавно смотрела сторис Анастасии Флэшки. И с тех пор вот прям очень хотела. Она была по акции. Стоила меньше 100 рублей. Это у нас Балтийский берег. Она вкусная. Мне нравится. Может, на ужин сварим картошечку. И будет у нас очень вкусненько. Потому что мы еще купили лук свежий. Это не по акции было. Но он там дешевый. Также взяла я вот такой вот укроп. Я решила взять именно в горшочке. Московский. Потому что не успеваем. Мы использовать всю зелень. Она портится. И как-то жалко. Но вроде как в горшочке она подольше живет. Расскажите, как вы храните зелень. Взяли вот такой картофель. Он называется картофель для варки. Без ГМО. Такая большая сетка. Стоила 99 рублей. Это акция. Акционный товар. Также мама взяла вот такие вешенки. Я думаю, она, не знаю, наверное, пожарит с картошкой и луком. Опять лето. Вы знаете, я буду с вами делиться своим летним настроением. Я хочу лето. Вспомнила, как, знаете, летом на даче там картошечка, грибочки, зелень. Все так вкусно. Все так классно. Также я взяла вот такие вот шампиньоны. Мини-шампиньоны. Практически всегда их там беру. Я сейчас думаю, чего это я одну такую упаковочку взяла. Даже как-то странненько. Вот такие вот помидоры черри. Две упаковки. Тоже по акции. У меня, к сожалению, чека нет. Я если найду, я вам покажу в конце видео. Так. Взяла тунца. Попробовать тунец. Вот такой вот это окей. Это их фирма. Ну, собственное производство, я так понимаю, для салатов. Без масла. Он просто в собственном соку. Решила попробовать. Очень бюджетный. Две баночки. Ну, как бы, думаю, вкусно. Вон Витюша к нам идет. Да, Витюша? Да. Иди посмотри, что мама купила. Так. Также перец болгарский был по акции. Сколько стоил? Помнишь? Вот здесь. Вот красный. Да, тут написано 149. Я не первый раз замечаю, что в ОК пишут ценник один. Да, да, да. Ценник пишут, а не снимают. А пробивают, да. А вот нам что пробили. Надо реально тогда чек найти. Ну, посмотрим. Здесь четыре больших таких перца. Один лопнул, правда. Они в чеке делают скидку. 125 рублей получились. Такие большие, прям крупные. Вот. Масло помнишь, сколько стоит? 40 с чем-то рублей. 46 рублей. Ну, это самое обычное такое для жарки. Это не то, что мы постоянно используем, скажем так. Альметы творожные люблю. С красной рыбкой люблю. Просто на хлебце. По акции 69 рублей. Икра вот такая от риски. Иногда делаем бутерброды. Но это так, знаете, вот чисто, чтобы если вдруг все закончилось в доме, да, чтобы был хоть какой-то перекус. Так. Сливки тоже были по акции. Какие-то дешевые. 10% простоквашины. Они неплохие. Я их использую обычно для каких-то соусов, не для кофе. Кофе просто... У меня молоко всегда 3,2%. Самое обычное. Но самое дешевое. 35 рублей, по-моему, стоило. Но Сережа с работы привозят молоко, потому что у него, как бы, знаете, выдают там от государства. Опасная работа, опасная работа и все такое там. Так что, да. Я думаю, одного пакета хватит надолго нам. Хлебцы вот такие люблю очень гречневые. Также люблю фенкрисп, но у меня они были, поэтому я как-то не стала их брать. Мясницкий ряд. Сервелат. Я в последнее время не ем колбасу такую, но, знаете, как бы, я живу не одна, поэтому... Поэтому, да. Взяли колбаску. Я взяла, захотелось мне очень сухарики, хрустим, XXL, а не со сметаной. Вот просто чисто мимо проходили, знаете, и мне захотелось. Ну, я, в общем-то, взяла. Вижу, вот там ничего плохого иногда можно. 31 рубль вот такой вот багет. Свежеиспеченный, он хрустящий. Иногда такой покупаю. Но тоже стараюсь обычно со злаками что-то брать. Обожаю вот такой вот лаваш. Коломенская. Я именно его всегда беру, потому что, во-первых, он очень медленно намокает. Знаете, есть такой лаваш, на него что не намажешь. Есть такой лаваш, на него что не намажешь. Он все время такой хлипенький становится, разрывается. С этим такое не происходит. И храню я его в холодильнике всегда. Ну, и, в общем-то, взяла я вот такое вот... А, еще два кочана капусты. Ну, это капуста, там, я не знаю, сколько она. 10 рублей стоила. Хочу очень глупцы. И был тоже фарш вот такой домашний. По акции у нас здесь и говядина, и свинина. Стол 350 рублей вот за эту большую упаковку. Я думаю, это совсем неплохо. Думаю, мы одну упаковку разделим пополам. Заморозим две половинки. А одну вот так вот возьмем. Для именно голубцов. Да. Давно вы делали голубцы? Я люблю голубцы и люблю очень перец фаршированный. Так что вот, вот такие вот у нас покупки. На самом деле, вот еще мама тут себе взяла вот такую краску. Потому что она красится только ей. На этот оттенок редко где встречается. Она стоила всего лишь 250 рублей. Это даже дешевле, по-моему, чем в подружке по всем акциям. 10-21 это светло-светло-руссо-перламутровый. Очень красивый цвет, мне нравится. Ну и я люблю эту краску. Я маму на нее тоже переманила. Так же, как и на ватные квадратики тоже мама переманила. Ну как-то вот. Такие у нас покупочки. Вот такой вот у нас тут мальчик сидит. Мама купила мальчику футболочку на лето. А мальчик так любит вкусно поесть. Витюш, ты со мной не разговариваешь? Сыночек, ну расскажи, как у тебя дела. Ну скажи всем, как ты всех любишь, как всем привет передаешь. Да? Тебе жарко? Пустышки мам больше не завозят в Россию. Поставок нет. Это, знаете, самая настоящая каторга для мамы. Я, если честно, не помню, я вам говорила об этом или нет. Но пришлось заказывать из Америки. Дженнифер. В первом попавшемся продуктовом она просто... Так, подожди, это нам нужно. В первом попавшемся продуктовом она нашла их и позвонила мне. Говорит, так вот, у нас тут они продаются. Вообще 4 доллара за 2 штуки. Как бы у нас даже таких центов никогда не было на них. Ну, вот ждем посылочку, да, сыноль? Как же это, ну, как это вообще? Ну, это, конечно, нам везет. На пустышке у Тома нук были, джинниус, которые днем с огнем не сыскать. Но их, по-моему, вообще больше нет в России тоже. О! А теперь твоей нету. Это вот вам гламбокс, между прочим. А не потому, что в детских гламбоксах нам попадались. И нук, и вот это мам. Вот в чем суть-то. Хочу вам также сегодня показать продукты, которые нам дают от государства бесплатно на молочной кухне для Витюши. Томме исполнилось 3 года, она больше ничего не получает. Не бойтесь, вы не потеряли абсолютно ничего от того, что я не показала, что ей дают. Так как это было обычно молоко-агуша, несколько упаковок. И также там пару кефиров, вроде пару творожков. Ничего особенного. После одного года, как ребеночку исполняется один год, молочная кухня прям вообще сведена до минимума. Так что не переживайте. Зато вот это, вот эта коробка, вот это, вот это, вот это, вот это. Это молочка у нас, это все дают в начале месяца на месяц. Но в течение месяца, каждую неделю нужно приезжать в определенный день, в определенное время, чтобы выдавали свежую кисломолочную продукцию. Обычно это 3 кефира, вот таких вот, агуша. Кстати, очень вкусненькие. Мне нравятся они, но единственное, они портятся быстро, поэтому, конечно, свежие дают каждую неделю. Дают по 3 вот таких маленьких творожка агуша. Один Витюша сегодня съел на завтрак. И дают вот такую вот кисломолочную смесь. Агуша двоечка у нас уже, Витюша, она очень нравится. Тоже даем. Тома у нас из-за этого всего ничего никогда не ела и до сих пор не ест. Так, значит, первая коробка у нас большая такая. Первый раз дали вот такую кашу из 5 злаков. Агуша я такую никогда не пробовала, видите, давать. Но мне интересно попробовать, поэтому я эту кашу себе оставлю. Но многое я отдаю, конечно. Дают вот такую вот смесь у нас. Белакт, я не знаю, что это за смесь. Никогда не давала, отдаю людям, которым это нужнее. И вот такая каша безмолочная, гречневая. Тоже она нам ни к чему, она безмолочная. Я отдам. Думаю, пригодится другим людям. Очень много соков дают вот таких. Агуша, груша обычно. Яблоко осветленное. Яблоко с мякотью. Так, дальше двигаемся. Далеко не всегда попадаются вот такие вот баночки. Агуша мясные. Они неплохие, но, вы знаете, я не могу сказать, что, видите, они очень нравятся. Поэтому так, у меня 50 на 50. На всякий случай я их оставляю, если прям вот нужно когда-то. Но обычно все-таки тоже отдаю. Цыпленок и, как видите, индейка. У меня тут камера фокусируется, нет? Вот, да, индейка. В основном всем дают фирму вот эту вот. Бэйби Вита. У них очень странное мясо. Оно выглядит очень-очень странно. Я, видите, его не даю. Поэтому я тоже это отдаю. Обычайно. Ой, ну что такое? Это что-то новенькое. Цветная капуста я не видела в таких баночках. Так, но это уже радует. Потому что обычно дают прям коробками бэйби Виту. Вот эту. Но там как бы состав не очень. В принципе, сейчас уже можно. Я знаю, что у Вити нет аллергии практически ни на что. Поэтому уже тут не страшно, что там есть добавка типа загустителя какого-то. Ну там мука, масло растительное. Это в принципе не так страшно, как многие говорят. Значит, смотрите, целая коробка у нас просто тут пюре. Видите? Можете сами посчитать, сколько тут. 5-15. Значит, смотрите. Фруктовые всегда дают огуши. Всегда дают вот такие большие. Яблоко отдельно, груша отдельно. Яблоко абрикос. Яблоко, груша, персик. То есть с ягодами тоже дают. Вот как раз, как я угадала. Видите? Вишня и черника. Вот такие вот. В основном дают морковь и тыкву. Всегда оранжевые. Всегда добавляйте масло растительное в морковку, в тыкву, чтобы лучше усваивалось. Огуша тут цыпленок. Видите? Тоже дали. Вот брокколи. Кстати, вот давайте я посмотрю быстренько состав. Прям с вами капуста, брокколи и вода. Вот идеальный состав для всех пюре. Продукт сам и вода. И все. Вот тут цыпленок тоже. В общем, мясо, говядина тоже есть. Ну, в принципе, этой коробочкой я довольна. Третью коробку я открыла вверх тормашками. Ну, так даже лучше, наверное, для вас. Вы видите, что есть тут кабачок, цветная капуста, наверное, где-нибудь. Брокколи. Это все у нас оранжевое обычно. Это у нас сладкое огушу тоже. Это все нам дает абсолютно бесплатно. Но я знаю, что по России далеко не во всех городах дают молочную кухню. Я не знаю, с чем это связано у меня. Нет, спрашивайте. Это не моя вина. Меня ругать за это не нужно тоже. Но это, конечно, приятный такой бонус. Особенно для тех, кому это действительно нужно. Ну, и мне как бы радостно, что я могу так же сделать доброе дело. И поделиться с кем-то, кому это реально нужно. Но у кого нет возможности получать. Вот это вот все. Четвертая коробка. Вот так вот это все дело выглядит. Вот. Это все, что мы получаем для одного ребенка. Это все для Витюши. Я сейчас раскладываю всю еду как раз Витюшину в шкаф. Хочу показать, что в детском... Нет, это кораблик. В кораблике я тоже накупила много всяких баночек. Пюре раз в месяц примерно делаем такую большую закупку. Обычно еще каши фрута-няня. Но мы в прошлый раз 50 упаковок купили. Поэтому нам хватило. И у нас еще осталось. Взяла также вот такие кашки. Фрута-няня. И у меня отдельное видео про питание Витюши. Я там все отдельно расскажу. Если оно еще не вышло. И также вот такие вот паучи берем. Сейчас фрута-няня. Фрукты из лаки. Ему нравится очень. Ну, а так вот по акции были гербер. Взяли сейчас их. Ну, различные тут. И также в глобусе Сережа вот решил попробовать взять вот такие хами. Да? Как они называются? Это тоже детское питание. Тут индейка. И парам-пам-пам. Цыпленок. И также у нас еще вот такая вот упаковка фрута-няня. Это цыпленок. Ну, в общем, у нас много достаточно всего. Давайте я вам сейчас покажу, что для деток я нашла на распродажах. Что мне очень понравилось. Один такой товар. Нет, даже два, кстати. Ну, что поделаешь. Если мне нравится что-то, я не вижу проблемы в том, чтобы купить это на следующий год тоже. Это вот такая вот куртка. Это тоже Рейма. Ну, я думаю, вы все поняли, что это за куртка. Это такая же абсолютно куртка, как у Томочки, только синего такого вот насыщенного красивого цвета. Это я взяла для Витюши. Единственное, размер здесь 110, по-моему. Сейчас я вам скажу. Тут так много. 110, да. Это куртка-жилетка. Она теплая. Это пуховик, естественно. Она на молнии, с кармашками. Капюшон отстегивается. Ее можно стирать абсолютно спокойно в стиральной машинке. Ну, допустим, детским каким-то гелем, да, для стирки, чтобы лучше просто все выполоскалось. И это куртка-жилетка. То есть, у нее рукава отсоединяются и становится такая красивая жилеточка. На самом деле, я подумала, что если на следующий год эта куртка будет, видите, большая. Хотя, вот, реально, практика показывает, что вот он сейчас в свои 10 месяцев носит Томин костюм Монклер, который она носила в прошлом году. В прошлом году ей было 2 года и, ну, 1 месяц получается, да, там, ну, почти. То есть, видите, у нас мальчик очень крупный. Но даже если ему она будет большая, то я с огромной радостью и с огромным удовольствием надела бы эту куртку и на Томочку тоже. Вот так вот все это дело выглядит. Тем более, у нее штаны, Рейма, уже есть. Я вам показывала черные. Если вы не видели, ссылочку тоже попробую оставить на видео. Можете посмотреть. Очень выгодные покупки. И это я купила у нас, значит, в Детском мире за 2999 рублей. Скидка 53%, потому что так куртка стоит 6,5. И, ну, мне кажется, это вообще супер. Это Детский мир. И вчера была в Кедрокс, купила Томочки вот такие вот варежки Норвек. Они очень теплые. Они черного цвета. Мне кажется, они подойдут и Томи, и Вити. Они здесь затягиваются на такую вот резиночку, что удобно тоже. Здесь есть также манжеты тканевые, чтобы плотнее к ручке прилегали они. Так, это у нас Норвек. И стоили они 1000 рублей по скидке. Так, 1200. Ну, в общем, как-то вот так вот. Внутри очень, знаете, такая мягкая подкладка. Я думаю, ей будет тепло. Норвек фирма хорошая. Мне нравится, что вот тут вот кожаные такие вставочки. Тоже модно, стильно, красиво. Ну, а самое главное, тепло. Они, конечно, такие упитанные. Ну, и то, что покупаю, опять же, второй год подряд. Второй год подряд. На следующий год это Аляска, валенки, тот же самый Kidrox. Можете посмотреть видео прошлогоднее. Примерно в это же время я как раз тоже показывала. Я там в машине сидела, в Вегасе была. Аляска Оригинал. И это вот такие. Здесь мы уже у нас из серии, что осталось. Потому что, конечно, на скидках очень много раскупают всего. Не стоили 3000, по-моему. Поэтому вот такие вот интересные валенки, сапожки. Эти у нас не... Как называется? Не мембрана. То есть это реальный мех уже. Всякие вставочки. Вот так вот они выглядят. Но они выглядят очень теплыми. Я почитала комментарии, отзывы, что да, действительно они очень классные. Я взяла размер 28 в них. Почему? Потому что здесь есть одна такая интересная фишка. Во-первых, носок можно одевать именно пуховой, такой шерстяной, который толстенький. Не нужно покупать термобелье. Ну, термоноски, как правильно назвать. Смотрите. Хоп. Стелька. Да? Тут она теплая, такая плотненькая. Но внутри там тоже стелька. Понимаете, да? То есть на следующий год или через год можно вытащить стельку и размер будет больше. То есть очень универсально. Есть такие же черные, но мне захотелось синие. Мне не захотелось ждать вообще, пока черные привезут в магазин. То есть, ну вот как-то вот так вот у меня получилось. Да, 28 размер, я очень довольна покупкой. Тем более за такие-то деньги. Ну, конечно, выгоднее гораздо покупать сейчас, на следующий год. И еще, если захотите Аляску, тоже вот как у Томки. Сейчас на молнии, которые такие розовенькие, они есть синие, разных цветов. Они еще продаются по очень хорошим скидкам в магазине моего любимого. Фамилия. Да, их там полно. Можно найти. Но я вот в этот раз уже все-таки решила вот такие, по капитальнее. Все-таки в наш мороз, в тех именно есть сейчас прохладно. Так как они еще и маловаты. А, нет, это мембрана Аляскотех. Интересно. То есть, они не знают, что ли? Минус 25. Да, минус 25. Классно. Очень даже. Да, я довольна. Все прошито. Отталкивающий, естественно, материал. То есть, да, и расскажите мне, если вы заранее тоже покупаете для своих деток. Рискуете или нет? У меня вот как-то все попадает, слава богу. Ну, с Витей, конечно, это вообще отдельная история. Потому что он обувь тоже одевает Томину, которую она носила в прошлом году. Вот эти светлые ее такие валенки-сапожки. Ну, он богатырь. Он действительно вот такой вот богатырь у нас мальчик. Так что, да, на улице долго сейчас не погуляешь. Мне кажется, даже если очень сильно утеплится, все равно холодно. Ведь Тюша у нас тоже дома. Потому что, ну, как-то я переживаю, что холодный очень воздух. Все-таки я с ужасом еще вспоминаю, как он болел в начале января. И, ну, прямо скажем, конечно, у меня сразу начинается мандраж. Так что, вот так. Еще я вам хочу сказать, что мои подруги из Америки, Юлия и Дженнифер, они прислали мне подарки. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже знаете об этом. У меня тут, вон, целый пакет, кстати, одежды тут. Да, вот такой вот огромный пакет. Тут еще не все детской одежды и косметики. Коробочек красоты из Америки и так далее. Если вам интересно, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Ну, если вы хотите посмотреть, чтобы я показала видео. Знаете, не все люди любят смотреть, что кому дарит. Если вы не хотите, если вам достаточно того, что было в инстаграм, то хозяин-барин. Я, ну, все зависит от вас, в общем-то. Я буду с вами прощаться. Очень хотела показать вам покупочки. Очень-очень хотела быть для вас полезной. Если вам это видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Давайте общаться в комментариях. Ну, и увидимся в следующем видео. Всем отличного дня. Пока.